Мы будем проводить генеалогическую выставку в городе Харькове, впервые в Украине. Дело в том, что у нас генеалогия, она немножко отстает по сравнению с другими странами. Я не беру даже Америку, где, в общем-то, сайты генеалогические у них там по популярности на третьем месте после порнографии и финансов. А в чем суть этих сайтов? Как они работают? Суть сайта в том, что каждый, в общем-то, американец может составлять свою генеалогию на основе тех документов, которые есть на сайте или в архивах американских. У нас как-то мы отстали в этом вопросе. То есть никогда не стояла задача, видимо, такая, чтобы массово люди изучали свое родословие, свое древо, узнали свои корни. Значит, выставка у нас будет проходить со 2 марта по 1 апреля. Практически каждый день на ней будут мероприятия. Но основа выставки – это прежде всего что? Это картины, генеалогические деревья разных родов, как известных, так и неизвестных, разных сословных групп. То есть и харьковчан, и сельских жителей, и соседних областей, скажем, из территории Луганской области, Донецкой, Сумской, Полтавской. Значит, там будут фамилии, ну такие известные, как, допустим, Малчевские, Репины, Донецк-Захаржевские, Квитки, так и малознакомые. То есть или вообще, в принципе, крестьянские роды, которые представляют сами люди, которые собирали свою генеалогию, работая в архивах. На выставке мы хотим показать такой момент, как семейные реликвии. То есть очень много вещей, старых вещей, фотографий, уже давно продаются на барахолках, на балках, да? А другие вещи вообще полностью выбрасываются. То есть, может быть, это какая-то одежда, какие носили предки, или какие-то бумаги, которые люди посчитают ненужным. И получается так, что они теряют свою, как бы, историю семьи, не понимая этой ценности. И вот, чтобы обратить внимание, какие могут быть реликвии, что нужно хранить, желательно бы, да? Мы хотим показать. Мы считаем, что историю Харькова можно представлять двумя разными путями. Можно говорить об истории вообще, да? И будет профессиональный историк писать, как город развивался в эпоху какого-нибудь императора, каких-то там событий и так далее. А можно писать ее совсем по-другому. Изучая историю каждой семьи города Харькова, и изучив ее, можно и составить эту настоящую подлинную историю города. Сама выставка, она разделена на определенные, как бы, этапы. В ней будет проводиться что? Будут проводиться лекции. Например, приедет очень интересный человек Андрей Гречила, который автор «Малого герба Украины». Он расскажет и поделится, наверное, с председателями сельских советов, да, территориальных каких-то громад, как нужно составлять геральдические знаки, то есть гербы и флаги населенных пунктов. Для харьковчан предложим вечер романсов, которые или написали, или исполняли наши с вами земляки в 19-м столетии. Это и Абазы, и Петренко, и те же Алчевские. Кроме этого, у нас будет еще Евгений Чернецкий, который считается, наверное, самым титулованным генеалогом на территории Украины. Он из Белой Церкви, занимается и геральдикой только шляхетных родов. И у него очень хорошие книги по как раз образцы, так сказать, как нужно писать книги про село. И там каждый род нескольких сел у него представлен полностью всеми генеалогическими документами до середины 18-го столетия, так точно. Будут у нас и проводиться мероприятия для школьников. Андрей, скажите, пожалуйста, что нужно сделать обычному человеку, чтобы узнать свое семейное древо, куда обратиться, какие архивы нужно поднимать? Вот для этих целей у нас будет ежедневно бесплатная консультация. Для каждого человека, который захочет прийти в течение работы выставки, буду находиться либо я там на месте, или же будет тоже еще одна очень хорошая женщина. А на сколько ей куда подходить? Значит, вся наша выставка, она будет проходить на территории бывшего центра народного творчества. Это Пушкинская, 62, вот на втором этаже, в отдельном зале. Там будет у нас библиотека генеалогическая. Там будет у нас стоять компьютер, где будут также и документы, которые можно показать людям, как они выглядят, с чем им придется столкнуться. Там же будут какие-то книги в формате ПДФ, которые они могут или посмотреть, или узнать, как их можно там скачать или скачают у нас. И им же будет оказана помощь в том, с чего начать. Но начинать нужно всегда с одного. Нужно собрать как можно больше материалов у своих родственников. Поспрашивать у дедушек, у бабушек, у тетушек. Посмотреть фотографии, посмотреть внимательно документы. Собрать их в одно целое. И на основе вот этих материалов, наверное, ответить на несколько главных вопросов. То есть хотя бы знать самого старшего представителя своего рода, где он родился, когда, с тем, чтобы можно было дальше двигаться. Выставка будет работать с 10 часов до 18 часов ежедневно, включая субботу. Во все эти дни можно прийти бесплатно, посмотреть выставку, поучаствовать в каких-то мероприятиях, привезти своих детей. Кстати, с нами участвует и литературный музей, который будет как раз со скриптбуками работать. Там будет отборочный тур и очень интересный будет флешмоб о «Создай историю своей семьи». Поэтому с 10 до 18, с понедельника по субботу включительно, приходите в гости со 2 марта по 1 апреля. И я думаю, что вы не пожалеете, вы посмотрите, как это можно было бы сделать. Почитайте книги, посмотрите, ознакомитесь, получите консультацию, если необходимо.